Для работы со шлифовальной машинкой желательно одеть все-таки перчатки, потому что руки, ногти, пальчики, все будет очень черное, когда мы снимаем пати. Полировать будем пастой ГОИ номер 3. Она хорошо придает резк изделию. Глянец. Хирург. Перчатки хорошие. Насадки. Насадки такие вот я использую. Маленькие, вылочные, специальные. Вкручиваем ее. Эту машиночку мне когда-то подарили на работе. Это была целая такая коробка с кучей и с кучей всяких там прибабасок. Даже шланг отдельно от нее есть еще такой. Работать можно как ручка. Вещать замечательно. Насадочку мы продели. Пасту ГОИ. Вот у нас насадочка по стеклу. Теперь мы начинаем полировать. Пасту ГОИ. Пасту ГОИ. Пасту ГОИ. Пасту ГОИ. Пасту ГОИ. Пасту ГОИ. изделия если бусинки потемнели ничего страшно мы их потом помоем под краном все щеточкой перед покрытием лаком и все у нас будет блестеть как новенькое продолжаем ну давайте еще посмотрим смотрите в процессе полировки изделия приобретает зеркальный блеск серебра видите на свету играет то есть не зильбер это и есть немецкое серебро очень часто его продают магазинах именно как серебро некоторые недобросовестные продавцы его под такой маркой продают ставят на него штамп 925 и продают я это не делаю и своим продавцам делать запрещаю если мне это не зильбер я говорю что это не зильбер если это серебро с добавлением серебра я круто серебро в этом колье используют не зильбер со вставками серебра и фурнитуры камень нефрит смотрите где она просто черненая мутная матовая и где она уже отполирована и имеет блеск разница колоссальная продолжаем работать нужно очень аккуратно потому что изделие в процессе полировки сильно нагревается очень горячие бывает чтобы даже тяжело прям держать поэтому имейте это ввиду насадочку я уже поменяла одна у меня стерлась то есть они очень быстро стираются потому что я полирую не гладкий металл как видите шероховатый они об него все стираются вот изделие прошло полировку с изнанки я этого не делала сравните темная и сравните какой она имеет блеска здесь на свету изделие просто играет теперь мы приступим к аккуратненькой полировки листиков их полировать можно они будут даже еще больше блестеть у них появится такой прям зеркальный блеск я этого и стремлюсь добиться потому что именно гейзильбер и серебро хорошо смотрится в патине именно с зеркальным блеском приступаем растопаем и и и и и Смотрите продолжение в следующей серии. С ней зельбера и серебра украшение готово. Осталось его только помыть щеткой, чтобы всю забившуюся пыль в камушке всю отмыть. Сейчас я вам покажу, как оно уже красиво блестит. Видно? Не знаю, мне вот отсюда очень видно, как оно блестит и все переливается. А было просто черное. Вот такое получилось украшение из ней зельбера и серебра. Вы увидели, как чернить. Чернице ней зельбер очень тяжело. Это обязательно нужна горелочка. А теперь мы приступим к шлифовке меди. Сейчас посмотрите, какое у нас сейчас колечко. Видите, темное. Сейчас мы его начнем шлифовать. И вы увидите, какое оно станет. Уже обнестерлась вторая насадочка. Вы увидите. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь уже можно увидеть Прорисовку, каким оно красивым станет. Видите? Было черное. Теперь оно немножко приобретает красивые грани. Красноватые. Продолжим. Вот мы кольцо тоже отполировали. Осталось его помыть. И оно будет сверкать все грани. Красивое колечко. Раздвижное. Безразмерное. Сейчас пока оно еще грязненькое и пыльненькое. Но в скором времени оно превратится в очень красивое пыльцо. Вот и все. Это был такой своеобразный мастер крас По патинированию, чернению изделий. Их полировке, шлифовке И придании наглядного вида. Вот и все. Теперь нужно их хорошо отмыть, Высушить, Покрыть специальным лаком. И все. Кольца могут отправляться в магазин. Удачных вам экспериментов. Вот изделия уже готовы. Посмотрите, какой в них появился блеск. Фактурность. Я их уже помыла. Они блестят. Колечко. Видно, что прям глубокий-глубокий цвет у него. Бирюза с таким голубоватым оттенком. И очень красивое переливающееся колье. Продолжение следует... И колечко. Очень красивое получилось кольцо. С красивой крой камней. Смотрите, как оно переливается и сверкает. Блеска, к сожалению, не видно. Ну, отполированная красноватая медь здесь сочетается и переливается с бронзой. Колечко раздвижное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...